Светлана Сухих, Анна Полищученко и Стейла Шевцова обратились к мэру Анапы по одному вопросу. Женщины попали в категорию обманутых дольщиков. Вложили деньги в долевое строительство многоэтажного дома на улице Владимирской, 144. Дом построили, квартиры продали, оформили, а дом в эксплуатацию не могут ввести с 2008 года. Уже пять лет. Техусловия не подписаны. Застройщик тем временем вырученный за квартиры, деньги пустил в оборот на новую стройку по адресу улица Пушкина, 14. Сергей Сергеев уже однажды разбирался в хитросплетениях по этому вопросу. С последней встречи с главой курорта прошло полгода, и движение по этому вопросу обманутые дольщики с удовлетворением отмечают. После того, как мы у нас были 1 апреля на приеме, что-то у нас там зашевелилось, коробку наши застройщики построили, внутри сделали там работы, электричество, электропроводку сделали, и стяжку сделали, ну то есть работы какие-то проводились. Проблема остается в подключении коммуникаций. Если мы возбудим, по мнению Сергеева, меня, возбудим хоть одно дело по 159 части 3, то нам половину застройщиков придется пересажать. Но тогда у нас не будет обманутых дольщиков, дорогие друзья. Вот она в чем позиция. И я додавлю. Возбудят, никуда не денутся. Наберитесь терпения. Мы сейчас по Пушкино ликвиды посмотрим, какие есть, еще какие есть ликвидные имущества, чтобы защитить ваши права. Михаил Федосеенко о проблеме начал издалека. Несколько поколений семьи заслуженные люди. Много сделали для города. Просьба самого Михаила Николаевича касается земельного участка. На углу улиц Ленина и Пушкина стоит кафе «Венеция». Мужчина просит отдать в аренду прилегающий земельный участок. 40 квадратных метров под выносные столики. Просьба выделить прилегающую территорию в размере от 19 до 30 квадратных метров для того, чтобы там, значит, на этом газоне, который вытоптан в неправильном состоянии, создать и выносную торговлю, типа установить 4 или 5 посадочных мест столиком. Я не могу преступного указания отдать яровой, чтобы она подписала. И потом мы обязаны будем опубликовать. То есть процедура выделения земли – это публикация. А выделение вам под благоустройство или еще под что-то. Я вам гарантирую, что будет 5-6 заявлений в конкурсе. Каким чудным образом мы потом отменим конкурс? Сегодня по закону, а мы работаем по закону, к сожалению, я не могу, Михаил Николаевич, принять такое решение. Яровой дал команду помочь вам. Можете в темную пригласить, сейчас подняться к ней, либо я сейчас приглашу и спросить, какую команду тебе две недели назад дал глава. Она скажет помочь. Но, вот слушайте, что она мне пишет. Сообщаю, что на территории, которая идет речь в обращении, расположена в треугольнике видимости при формировании земельного участка будут нарушены нормы действующего законодательства. Кроме того, согласно утвержденному генеральному плану городского округа, город-курорт Анапа, указанная территория является территорией зеленых насаждений общего пользования основными пешеходными связями. Ставить там столики небезопасно, рядом оживленные улицы. Но специалисты служб просмотрят, какие еще могут быть варианты помощи в этом деле на законных основаниях. Спортсмен Анатолий Седых ратует за развитие футбола в Анапе. За зарплату тренера готов тренировать городскую команду. Сергей Сергеев напомнил, в городе работают 10 спортивных школ, и в них есть отделение футбола. Если есть желание готовить футболистов, поле для этого в Анапе уже есть. Анатолию предложено для этого благого дела сотрудничать с управлением по спорту. Конкретные проблемы многим ановчанам удается решить на приеме у мэра Сергеева. Главное, чтобы просьбы не выходили за рамки закона. Наталья Пухальская, Артем Зиборов, Анапа. Регион.